Ребятки, привет! На связи по-прежнему я Владислав, мы с вами в Черногории и сегодня у нас очень трепетная и интересующая всех тема ВНЖ, то бишь вид на жительство в Черногории. Я выделил три вида ВНЖ, начнем от самого простого к более сложному и плюс я расскажу вам про легальное пребывание здесь в Черногории без всяких рисков и минимум вложений. С вас по традиции лайк, подписка, колокольчик и мы начинаем! Ребят, у нас сегодня очень плотненькая такая тема о легализации здесь в Черногории и сегодня мы вот обсудим от самых простых до самых сложных вид на жительство здесь в Черногории. Мы обсудим, поговорим, чтобы вы подготовлены были. Но далее вы должны будете обратиться к специалистам. Команда специалистов Гоу Монта готова взять на себя все заботы по получению вида на жительство здесь в Черногории за вас, включая подготовку и сбор необходимых документов. Плюс ребята проконсультируют по всем вашим вопросам, связанным с оформлением вида на жительство здесь в Черногории. Чтобы вы уже более комфортно, более лояльно, более раскрепощенно начали новую свою жизнь в этой удивительно красивой стране Черногории. Сейчас действуют специальные предложения до 1 сентября, пакет стандарт 590 евро, пакет бизнес под ключ плюс ВНЖ 890 евро. И далее мы с вами продолжаем обсуждать эту трепетную тему по поводу ВНЖ. Вы слушаете, вы наматываете на ус, далее если у вас есть какие-то вопросы, вы обращаетесь напрямую к специалистам команды Гоу Монта, они ответят на все ваши вопросы, ссылочки оставляю в описании. Так, ребятки, с чего мы начнем с вами? Я в своих соцсетях делал опрос, ссылочка на соцсети есть в описании к видео. И опрос был таков, значит, на какую тему снять следующее видео, то есть мы много что обсудили уже на моем канале по Черногории, да, и мне бы хотелось у вас узнать, что вас интересует. И было 4 варианта, значит, это ВНЖ Черногория, не туристическая Черногория, потом была работа, чем я здесь занимаюсь, как зарабатываю и сколько зарабатываю в месяц. И был четвертый вариант, это поехать в другую страну, ну, то есть проанализировать другую страну. Вот, два варианта лидировали, это ВНЖ в Черногории и работа в Черногории, чем я занимаюсь, моя работа. С перевесом в один всего лишь голос выиграла ВНЖ, поэтому сегодня снимаем ВНЖ, но у меня к вам есть такой интересный момент, я бы хотел этот опрос здесь сделать, да, на ютубе. То есть мы также просто ВНЖ убираем, мы сегодня это обсудим, и под первым пунктом у нас будет, например, продуктовая корзина, сколько стоит, где закупаюсь и так далее, да. Второй вариант, это также останется не туристическая Черногория, хотите ли вы посмотреть, как, ну, чуть-чуть дальше отъедем от туристических мест, посмотрите, как здесь живут. То есть третий вариант, это будет работа, где я работаю, я прям приеду на свою работу, сниму, скажу, ну, все условия, да, график работы, сколько зарплаты и так далее, да, это третий вариант. И четвертый вариант, ну, поедем в другую страну. Вот, вы мне просто в комментарии пишите циферку, и, грубо говоря, каждую неделю выходит видео, я просто посмотрю буквально там, ну, 3-4 дня, проанализирую, сколько цифр больше наберет голосов. Естественно, следующее видео буду снимать на эту тему, но я думаю, что, возможно, работа, наверное, так и выиграет из этих всех пунктов, посмотрим, да, и будем снимать, то есть я сниму просто свою работу. Давайте непосредственно перейдем уже к теме, да, ВНЖ здесь, в Черногории. Начнем, наверное, с самого простого, уже просто заезженной темы, это просто, ну, не вид ВНЖ, это легальное пребывание здесь, в Черногории. Это виза РАН, так называемый, да, то есть Черногория для россиян, безвизовая страна. Ну, это немножко заблуждение, на самом деле виза есть, вы просто по прилету ее получаете, не до прилета оформляете, а здесь, то есть прилетаете сюда в аэропорт, Тивот или Подгорицу, вам ставят печать, например, вы прилетели, грубо говоря, 17 августа, да, вот, сегодня, то бишь. Вы прилетели, вам ставят печать, и вы через 30 дней должны выехать из страны, либо начать оформление ВНЖ. Я хочу вас научить, ну, именно правильно поступать в этих моментах, потому что есть штрафы. Многие скажут, что штрафы не работают или не выписывают, или там на авось проходят. Ребят, давайте честно будем следовать правилам страны, в которую приехали. Давайте по ценам. Как только вы прилетели в Черногорию, вы сразу идете в туристичку, платите каждый день, туристический сбор стоит 1 евро, то есть платите на месяц сразу 30 евро получается. Вы заплатили, да, это вот первые расходы пошли, это именно по визарану, первые расходы. Месяц прошел, вы должны выехать из страны и заехать. Визараны, здесь легальная история такая, и вы можете просто написать в какой-нибудь чат, телеграм, что мне нужен визаран, и вам ответит куча сообщений, пришлю, то есть от бизнес-класса и до самого последнего, когда микроавтобус за вами заедет, и вы поедете. Цена вопроса от 25 евро за человека до 35 евро, смотря как договоритесь. То есть поняли, 30 евро это туристический сбор, и 25 евро, по минимуму считаем, 25 евро будет визаран в конце месяца, да, не в конце месяца, а 30 дней, когда пройдет. И вы должны оформить страховку здесь. Она тоже стоит порядком 1 евро в день, то есть 30 евро где-то примерно. Я не думаю, что ребята, которые здесь давно живут и визаранят, и с года в год занимаются этой историей, но подумайте, не посмотрите на ребят, которые так делают. Думайте о себе, я на самом деле, я бы сделал вот это добровольное медицинское страхование, по-моему, как так называется, да, ДМС. Лучше оформить ее. Сломали руку, я не знаю, шею свернули себе, ногу сломали. Не дай бог, ребят, что-то с вами случится. Местная там дом здравления или клиника какая-то платная вам обойдется просто в миллиард долларов. То есть пролежать там 7 или 10 дней вам обойдется в 2000, а то и в 3000 евро. Это очень дорого. Подумайте, лучше заплатить. То есть давайте подведем итог. Самый простой способ нахождения здесь, в Черногории, для туристов из России, это 30 евро туристический налог, 25 евро визаран в конце месяца, да, и 30 евро это страховка. Вот у вас выходит, по минимуму посчитаем, это получается 55 евро, если без страховки. Я просто вас, не знаю, уговаривать не буду, но лучше страховку оформить и приплюсовать к 55 евро, еще 30 евро на страховку. И выходит 85 евро в месяц вы будете платить, живя здесь легально, но каждый месяц выезжать. В этих городах мы могли бы стать выше домов. Выходи, идем, дышать огнем. Все вокруг горит Эти города Могут нам отдать Все, что возьмем Выбери наряд Пробуй все подряд Бьется внутри Белым птенцом Сила твоя в нем Ребят, сразу без остановки продолжаем Как я и сказал, мы, я выделил три вида ВНЖ Здесь от самого простого к самому сложному пойдем Самый простой, самый первый вот пункт такой Это устроиться на работу Ребят, вы у меня часто спрашиваете, есть ли работа, можно ли куда-то устроиться и так далее Есть работа и через нее можно получить вид на жительство Не виза ранить, что мы обсудили с вами в самом начале, да А именно устроиться на работу Во-первых, это денежка, неважно какой у вас бюджет Часто спрашивают и часто пишут в комментариях мне Ты удаленщик, ты там IT-специалист, у тебя там удаленные работы, ты зарабатываешь денежки и просто путешествуешь Нет, ребят, к сожалению, я не работаю головой своей, я работаю руками Поэтому я тоже здесь, в Черногории, устроился на работу Зарабатываю определенную сумму денег без всякого пафоса, так скажем Просто работаю на работе Об этом будет видео То есть вы, когда найдете работу, работу найти можно в основном в телеграм-каналах То есть там, не знаю, 5-6 групп по работе Прям заходите, смотря в какой сфере вы больше активны, так скажем Может, вы в общепите работаете, да, например, рестораны, либо кафе, кофейни и так далее Вам там надо искать Может быть, вы мастер маникюра или педикюра, или как, ну, салон красоты Естественно, вам нужно будет там искать Это вы уже сами решите Вот, находите работодателя Работодатель, скорее всего, будет русскоязычный Потому что вы будете на порталах смотреть русскоязычные, что предлагают, да, какую работу Естественно, вы приедете, поговорите, обсудите Все русскоязычные здесь, кто открывает новый бизнес Чуть-чуть побаивается Вот так я не побоюсь этого слова Вот такой каламбур, да Побаиваются что-то обходить законы справа, слева, какие-то искать лазейки Я серьезно говорю, побаиваются Поэтому все через официальное оформление действуют Поэтому вы, когда придете, у вас будет там пару дней стажировки какой-то Вы присмотритесь к работодателю, сколько работы, да, сколько зарплаты и так далее Работодатель на вас посмотрит И, естественно, далее вам понадобятся там два документа Это справка о отсутствии судимости, естественно, свеженькая, да, с мокрой печатью И, естественно, за гранд-паспорт Приносите, вас устраивают, когда на работу То есть работодатель сам, в основном, сам оплачивает все вот эти издержки Очень редко я вижу в объявлениях, что ВНЖ оформляется 50 на 50 Я не знаю, честно, сколько это стоит Да, почему-то у меня в голове 300 евро То есть это оформление 300 евро Ну, я не буду, давайте я не буду говорить Вот, то есть 50 на 50 бывает, да? То есть вам придется заплатить где-то, если вам работа очень понравилась И там очень хороший график, очень хорошая, там, зарплата высокая Естественно, вам, ну, потребуется заплатить Но в основном, ребята, кому я приходил устраиваться на работу, собеседование Все говорят, ВНЖ с нас, без проблем И, там, санитарная книжка, кому нужна, там, салон красоты Либо общепит, тоже предлагают оформить за счет организации Самый первый и простой способ это устроиться на работу Есть один минус ВНЖ по работе То, что вы максимально привязаны к работодателю То есть у вас легальное ваше пребывание здесь, в Черногории Зависит от работодателя, то есть от вашей работы Если вы договорились, там, например, на сезонную работу Естественно, там, это, там, 5-6 месяцев, да, здесь лето И вы договорились на полгода, чтобы будете работать Полгода отрабатываете Далее уже у вас аннулируется этот ВНЖ И вам нужно будет искать другую работу и так далее Лучше сразу искать не сезонную, а круглогодичную Чтобы вам оформили договор и за вас несет ответственность работодатель Далее сразу перейдем ко второму пункту Он тоже очень простой, но более затратный То есть вы найдете здесь, скорее всего, работодателя Просто человечка, который вас устроит на работу За определенную сумму денег, естественно, да Он устроит вас на работу, вы получите ВНЖ, да, вот эту карточку И будете легально здесь находиться, вам не нужно будет виза ранить Вы просто будете находиться и платить налог за себя То есть этот человек, якобы, вы у него работаете Он будет начислять зарплату, ну, из своих денег, да А вы будете платить ему налог Налог в среднем, то есть минимальный размер оплаты труда здесь в Черногории 450 евро Вас, скорее всего, оформят на четверть ставки Вот, вы будете якобы получать 112 евро Да, ну, это будет сам работодатель делать Но вы именно ему будете каждый месяц платить там По-моему, я точно не уверен Не буду вас путать Типа 26 евро вы будете платить 30 евро, к примеру, вы будете платить ему каждый месяц Плюс вам нужно будет оформить все-таки страховку Потому что работодатель, такой работодатель делать этого не будет То есть оформить страховку, да, тоже 30 евро То есть 60 евро, но вам не надо будет выезжать-заезжать Вы просто с ним вот обсудите этот момент и все Наверное, долго не будем, да, останавливаться на этой теме Второй пункт, он тоже простой, но более затратный Более затратный, вот, чем первый Естественно, ну, в первом вы еще будете зарабатывать, в принципе, здесь Далее Переходим к третьему сразу пункту Это большинство людей здесь так делают Здесь так живут Это открываете фирму Нулевку, так назовем Так она называется, нулевка Она стоит первоначально Сразу вот команда Гоумонта предлагает такой пакет за 890 евро Это очень вкусная цена, да Я слышал, что и тысячи где-то есть И тысячи двести, и тысячи четыреста, полторы тысячи Кто-то на лоха и две тысячи может заплатить Ребят, будьте аккуратны с этим, да Мой вам совет До приезда в Черногорию найти специалистов Моим подписчикам вам уже не нужно никого искать Ссылочки в описании Просто обращайтесь, вас проконсультируют Все в порядке будет То есть, первоначально сразу 890 Давайте, ладно, тысячу евро возьмем Да, вот, среднюю цену Тысячу евро заплатите сразу Плюс вам нужно будет открыть счет Юридический плюс личный Сейчас объясню, почему Потому что каждый месяц вам нужно будет начислять Самому себе вы директор этой фирмы Начислять самому себе зарплату Информации в интернете просто куча На ютубе очень много информации Ребят, по этому поводу Не слушайте никого Законы меняются чуть ли не каждый день Вы можете послушать много блогеров Много историй Законы меняются действительно Каждый день тут что-то происходит Поэтому я думаю, что правильный будет Не буду никого воспитывать Ребят, сегодня не тот выпуск Правильный будет все-таки сделать все по закону По правилам То есть, вы работаете директором Если у вас два человека Естественно, второго вы устроите просто к себе на работу И также будете начислять зарплату Также на четверть ставки 112 евро вам придется платить Сейчас поговорим об одном человеке Вот вы директор Вы будете платить 112 евро зарплату Плюс вы будете платить налог за самого себя И плюс вы будете платить за работу бухгалтера Работа бухгалтера тоже варьируется очень-очень Прям вот такой разбег у нее То есть, я видел, что предлагают услугу бухгалтера за 40 евро Я видел и за 80 евро Ну, есть и за 60, за 50, естественно, да Разные варианты То есть, этот момент закладываете То есть, 112 евро плюс налог за себя Вот посчитаем 30 евро И плюс работа бухгалтера, например, еще 60 евро К примеру, да То есть, у вас выходит в 200 евро Вы здесь будете легально находиться У вас своя фирма Вы сами делаете оборот Возможно, в дальнейшем вам эта фирма пригодится И вы откроете здесь бизнес, да Подзаработаете и откроете бизнес Естественно, эта фирма тоже То есть, условно она нулевка Но, в принципе, ей можно работать То есть, это просто обычное ИП, ООО Тут оно называется ДОО Открываете кафешку, кофейню Получаете все разрешения И работаете спокойно Вот такие три варианта Ребят, уже стемнело Меня закусали просто комары Но я хотел вам рассказать эти три варианта Ну, четыре на самом деле появились Визаран Все уши прожужжали про него Но все равно ребята Некоторые не разбираются Нарушают штрафы И потом жалуются на то, что Черногория и Черногорцы Ай-яй-яй плохие Ребят, не слушайте это Второй, устраиваетесь на работу Получаете зарплату и так далее Да, и никаких затрат Находите просто работодателя Потом находите просто человечек Который оформляет вас на работу якобы И вы работаете Ой, не работаете То есть, а просто легально находитесь И третий, это открываете фирму Вот такие четыре варианта ВНЖ Здесь в Черногории Они самые простые Я самым простым языком вам рассказал Меня кусают комары Ребят, давайте будем прощаться Я думаю, ответил на ваши На все вопросы Пишите комментарии Если что-то было непонятно Я отвечаю Подписывайтесь на мои соцсети Пишите в директ С вами был я, Владислав Рад вас видеть Надеюсь, вы меня тоже Пока Субтитры сделал DimaTorzok